В чем еще опасность подчинения власти? Дело в том, что власть не может нам предложить ничего хорошего. Нам предлагают только дерьмо. И поэтому, если вы подчиняетесь, то вы, по сути, соглашаетесь на дерьмо. Самое-самое худшее, самое отстойное. И, по сути, быть униженными. Поэтому никакого счастья никто предложить вам не может. И ничего хорошего никто вам предложить не может. У вас есть выбор при этом. Вы можете взять на себя ответственность, выбрать свободу. И жить своей жизнью. Это очень важно. Это трудно осознать, понять и начать жить, действовать. Но возможно. И я вам признаю, что мне тоже хочется, вот, все, что мне предлагается, послать на три буквы. Вот. Ещё раз говорю, что ничего хорошего не предлагается. Мне единственное, что я, от чего я получаю удовольствие, что мне приносит радость и счастье, это мой внутренний мир. Мой богатый внутренний мир. Я сам. То есть, источник счастья я сам. Восхищаюсь я собой. Своей трансформации. И восхищаюсь я своими учениками, которые тоже прошли или проходят процесс трансформации. То есть, сменой мировоззрения проходят пути зада в рай, становятся счастливыми, умными, мудрыми людьми, живущими своей жизнью, благодарными. И вот я восхищаюсь этими людьми. Больше ничем и никем. И желание, вот, что касается социума, политики, да, вот, всего того, что вне меня, всё это я хочу послать. Это не удовлетворяет мои духовные потребности никак. Это диссонирует абсолютно с моим ощущением счастья, с чувством любви. Это только вызывает ненависть. Вызывает только негативные эмоции. Вот это поразительно. Поразительно. Действительно, я чувствую, что моя душа это остров, а вокруг океан дерьма. Вот такое ощущение у меня. И вот те, кто выплывает оттуда и просит о помощи, вот СОС кричит, да, прибиваются к моему острову, и я помогаю этим людям создать свой остров. И на этом острове жить счастливо. В океане дерьма. Жизнь это дерьмо. Я прекрасно понимаю и Будду, и Шопенгауэра, и многих других великих личностей. Но Будда-то отрицал вообще ценной жизни, да. Шопенгауэр был, но он очень был невысокого мнения о людях. Вот я всё это понимаю. Я это разделяю, между прочим. Но вместе с тем я вижу вот этот вот удивительный свет, удивительный свет в некоторых людях, в некоторых из нас. свет мудрости, свет любви, свет разума, свет счастья, свет личности, да. И вот это, это меня восхищает. И это для меня источник вдохновения. То есть я сам, мой внутренний свет, и свет других людей, которые проходят трансформацию, которые не являются инструментами, не относятся к себе как к средству, а относятся к себе как к цели, которые научились любить себя, встали на путь мудрости, на путь высветления, одухотворения, радости, интеллектуального развития, самосовершенствования. Вот эти люди, прекрасные люди, они как раз очень вдохновляют. Те люди, которые, и те люди, которые, достигнув дна, оттолкнулись от него, и начали всплытие. Вот, прекрасно это все. Все остальное, все остальное делает жизнь невыносимой, просто невыносимой. Вот, хорошо, что есть книги, у меня очень хорошая библиотека, богатая. Я вот к людям в дом, в дома прихожу, у них нет книг. Вот так вот люди живут. То есть, ремонты красивые, да, все. Хороший ремонт, но там нет книг, понимаете. И получается, что в доме нет духа, потому что книги способствуют интеллектуальному развитию и росту духа. и вот люди, которые книг не читают, не размышляют над книгами, в них нет духа. И получается, что это вот только стены всего лишь, да. Вот, какая, в чем, в чем еще современная вот эта вот пустота, ну, пустота, пустота. Вот, а ее надо заполнять обязательно, и не новостями, конечно, ни масс-медиа, ни политикой. Это не заполнение пустоты, это умножение пустоты, не экономикой. только интеллектуальным развитием. Вот, поэтому я обратил внимание на это. Итак, путь, выход в собственном развитии, да, найти в себе точки опоры, стать для себя источником счастья. Вот, я вижу, что люди страдают, да, но вот большинство предпочитает страдать вместо того, чтобы искать выход, находить его и получать от жизни удовольствие, наслаждаться жизнью. Наслаждаться жизнью можно, и это даже и легко. Но, чтобы достичь этой легкости, нужно проделать определенный путь, довольно-таки трудный. И вот тогда вы придете к легкости, к красоте, к свободе. Вам будет очень-очень легко, потому что легкость-то в чем? В том, что вы не будете ни к чему привязаны, вы будете знать всему цену. И самое главное, вы будете опираться на себя. Вам будет внешний мир безразличен. Это безразличие философское, да, оно дает эту легкость, потому что вот нет никаких якорей, нет узды никакой, нет вот этих гирь тяжеленных. А есть состояние творческого полета. Оно прекрасно. Вот, так что вот это я хотел вам сказать сегодня о своих чувствах, вот, о своем единственном желании, когда я думаю о мире людей и о том, кем я восхищаюсь о тех людях прекрасных, которые идут наперекор, наперекор этому миру. И становится, как бы нет мира сего, да, другими чужаками становятся этому миру, но они образуют вот эту вот, может быть, ну, скажем так, касту счастливых людей. Вот в Индии общество кастовое, да, ну, а вот, это где каста счастливых людей? Нет, такой касты, потому что в социуме не может быть счастья, не может человек найти счастье в социуме, поэтому асоциальное, это счастье, это чувство асоциальное, вот, счастлив человек, который обрел себя, который уравновесил собой мир, вот. То есть, жить в балансе и быть, вот, сохранять равновесие душевное, это значит быть столь же весомым, значимым и масштабным, как и то, что на другой чаше весов, на одной чаше весов личность и все остальное на другой. Вот, какой должна быть личность, чтобы быть счастливой? Очень большой, масштабной, великой, значимой. А для этого нужно работать над собой. Это путь. Путь. Нужна для этого трансформация. Нужно самоопознание. Нужно развиваться. Вот самое еще, что удовольствие приносит мне самое большое, наверное, удовольствие, это учеба. Мне очень нравится учиться. Я считаю, что это вообще самое главное, учиться все время. Ну, сколько людей учатся? Опять, мало. Мало, да. Вот, поэтому, когда мы учимся, мы развиваемся, мы И как раз вот этот процесс учебы, он и способствует тому, что мы становимся теми, кем потенциально мы можем стать, вырасти. эволюция не закончилась и она продолжается в каждом из нас и мозг каждого из нас развивается благодаря именно интеллектуальной деятельности. вот. Поэтому развивайте свой мозг. Это очень круто, это очень интересно, это, конечно, путь неизведанный, но на каждом этапе вы будете очень довольны. И вот это тот процесс, где есть и где точнее это такая деятельность, где все важно и значимо и процесс и результат. И все это приносит огромное удовольствие, огромную радость, счастье, любовь к себе, ощущение собственной ценности, именно интеллектуальной деятельности. попробуйте, испытайте, начните. Когда у вас шевелятся мозги, это вот очень круто. Самое прекрасное, что только может быть, вот это вот ощущение, вот это мышление, мышление. обож cabINE �. ысо цепет обычный 4 3 4 5